Приветствую вас! И вообще, говоря, проблему, которую вы описали, можно разбить на несколько частей, несколько таких алиментов, которые предстоит вам вместе со специалистом, либо самостоятельно разбирать. Ну, во-первых, желание, вот, желание надежности, того, что вы хотите получить от миши. Вы знаете, вы хотите от них это получать, вот эту вот надежность, да, того, что они вам не давали, вы хотите это от них получать, потому что вам этого не хватает само. И у вас есть уверенность, что сами себе вы этого предоставить, ну, не сможете никак. И это в действительности потребность. Потребность, ну, в защите, потребность в стабильности, в надежности. И как ни парадоксально звучит, вам этого нужно добиться самостоятельно. Самостоятельно чувствовать себя защищенный, чувствовать себя полноценным, чувствовать себя достойным. Вот пока вот этого не будет, ну, отношения с молодыми людьми у вас складываются, будут большие труды. Вы пишите, что у вас неудовлетворенность, тотальная неудовлетворенность тем, что вот вы, как вы себя ведете, как вот у вас сейчас имеет место быть материальное положение и прочее. Это прошло, опять-таки, откуда? Ну, вот, из ваших требований. Требований к себе и требований к мужчине. Откуда такие требования к себе? Такого плана, что обязательно нужна успешность? Это после расставания с молодыми людьми. То есть, вы раньше влюблялись, вы надеялись на что-то, вы чего-то ожидали, а эти ожидания не оправдываются. И сейчас вы понимаете, что вот те ребята, в которых вы влюблялись, они вам дать того, что вам нужно, могут. А люди повыше класс, они могли бы, но вот вы считаете себя недостойной их. И вы знаете, вопрос благосостояния, то есть, вот вы говорите, что вы недостаточно хорошо одеваетесь, недостаточно хорошо выглядите и прочее. А вопрос благосостояния, это вопрос, по сути, бесконечный. Потому что и богатство, и благосостояние, и красота внешнего вида, все это, по сути, есть совершенство, стремление к совершенству, стремление к некому идеалу. И если вы будете постоянно стремиться самостоятельно к идеалу, вот как ему, то вы так и подразитесь за свою жизнь на то, чтобы, ну вот, достигнуть какого-то уровня благосостояния. Хотя в действительности оно не имеет такого большого значения, когда речь идет о любви, о личных отношениях. А что имеет значение? О значении имеет то, какими качествами обладают партнеры. Вот вы, например, обладаете определенными качествами, у вас есть определенные способности. Вот и нужно в этом ключе развиваться. И смотреть, что вы можете дать молодому человеку. Что вы можете дать мужчине. Почему мужчина будет именно с вами, а не с другой женщиной. Вот над этим вам нужно работать. И когда вы встречаете мужчину, когда вы общаетесь с ним, смотреть не нужно ни на его материальное положение. Потому что оно сегодня нестабильно и всегда относительно. Смотреть нужно на то, смотрите ли вы человеку дать то, что он хочет. Смотрите ли вы человеку дать то, что ему нужно. Отвечаете ли вы его потребностям? Но каким потребностям очень важно в день заметить. Потребности чисто в личных отношениях. Это потребностям в том, что женщина может ему дать мужчину. Например, там, мужчине нужна лавка, да, забота, такая честь-то женская. Там, внимание, тепло, нежность и так далее. Определенным мужчине, определенным мужчинам отличного на доверие. Там, поддержка. Допустим, разделение взглядов своих и так далее. К каждому мужчине свой подход. Но это потребность чистого женщины. Это не личная потребность. А вы накладываете лично вот свои потребности. Как потребность, как человека. Как индивида. На желание быть в отношениях. И вот это не мера. Что касается вашей неуверенности в себе и заниженной самооценкой, то ее нужно повышать. Как повышать? Ну, опять-таки, действовать так и в том, что вам интересно. В том, что вызывает у вас наибольшее увлечение. Наибольшее желание познавать, узнавать нового и так далее. И вот сочетание вот этих двух моментов поможет вам решить проблему. Ну, и в обязательном порядке нужно проработать ваши прошлые отношения. Потому что, поскольку вы после расставания не можете построить отношения новые, то, вероятно, вы до сих пор не отпустили последние отношения. А может быть и в ваших отношениях до сегодняшнего момента были какие-то общие черты, общие характеристики, которые вы не замечали, но которые активно вредили вашей позиции как женщин. И в заключении хочется сказать так, что, знаете, желание быть лучше – это нормально. Но желание быть лучше кого-то – нет. Потому что, когда мы хотим быть лучше кого-то, когда мы хотим добиться определенного уровня, мы всегда равняемся на кого-то. А это значит, что мы находимся внутри определенной социальной группы. И только если мы сами для себя хотим развиваться, сами для себя хотим что-то познавать, то вот это истинный рост, который обеспечит вам максимально успешные, долгосрочные и крепкие отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!